В 2003 году Татьяна Бебинова рассказывала телезрителям, что зерно в Мордовии для производства муки мало подходит. Регион относится к зоне рискованного земледелия, и поэтому лишь малая часть выращенных зерновых культур используется для хлебопечения. В 2003 году из 125 тонн пшеницы всего лишь 15 тонн обладали необходимыми мукомольными качествами. Муку высшего качества, что тогда, что сейчас, закупали за пределами республики. Госхлебинспекция, конечно, пытается добиться того, чтобы нужно переходить сейчас на ГОСТы, чтобы все работали по ГОСТам. Мельницы, и мини-мельницы, и крупные мельницы промышленные. В тот же день Ольга Щенкина отмечала День туркменской дыни. Обычно на мордовские прилавки попадают узбекские бахчевые, но ей этот факт не помешал. Продавцы заверяли, все дыни одинаково хороши, даже колхозница, и никакая она не кормовая, а просто один из сортов вкусной и полезной дыни. О чем не понаслышке знают жители южных регионов. Вообще мордовый народ сладкого любит, а день сладкий, мы тоже сладкого любим. В 2004 году Дмитрий Малясов рассказал зрителям 10 канала о Международном Дне Левши. Он встретился с молодым спортсменом Андреем Гавриловым, которого в детстве тоже пытались переучивать, но потом смирились, и в спорте ему это помогло. Вообще у левшей много творческих способностей, и они этим успешно пользуются. Когда учился в школе, или когда был в детском саду даже, многие не замечали все левша, узнавали только потом. Когда я написал, начинал писать, допустим, очень редко как-то замечают, и потом вспоминают, о, чувак, ты левша там. А вот у Лизма в том же году все было не так радужно. Как ни странно, но с тех пор светогигант понемножку пыхтел, двигался, пока в 2021 году его не добили московские управляющие. Но в 2004 году надежда еще была, когда в Саранск приехал Виктор Столповских. Бизнесмен предлагал выход из ситуации, однако, как показало время, это не помогло. Вытяжка, замена фильтров угольных. Я думаю, что все эти мероприятия дадут возможность по восьмому цеху привести те санитарные нормы, которые требуются нашими российскими нормами санитарных условий. В 2007 году в инфекционной больнице было многолюдно особенного деления, где принимали пациентов с клещевым бриллиозом. В эту палату попали сразу мать и дочь. Сходили, называется, в лес за орешками. Укусы злобных членистоногих могут привести к опасным заболеваниям. А если не начать их лечить, то последствия могут быть самыми тяжелыми. Если несовременное лечение, это осложнение в виде артритов, артрозов, полиартриты. И, в общем-то, в последствии могут быть поражения внутренних органов. Так что осложнений очень много после перенесенного клещевого бриллиоза, нелеченного. Перед Светланой Лашиной в 2012 году стояла важная задача – проверить безопасность школ и их оснащенность, наличие сторожей и исправность тревожных кнопок. Ведущий специалист ПЦО – центральный старший сентябрь полиции Кострюков. Проверим кнопку экстренного вызова наряда полиции в гимназии номер 19, коммунистической 103. В 2015 году проходил мировой чемпионат по водным видам спорта. Спортсменов из Мордовии туда не позвали, а вот волонтеров пригласили. И когда они приехали обратно, то их встречали не менее пышно, чем, собственно, пловцов. Ведь они были буквально на передовой. Когда спортсмены уже получали, у нас ребята работали на службе протокола, и действительно они сами предлагали, вы нам столько помогли. И благодарность со стороны спортсменов, что мы внесли значительный вклад в их победы, в их организацию мероприятий. Для нас это очень почетно. Как видите, в этот день журналисты 10-го канала не давали скучать ни себе, ни окружающим людям, чтобы через несколько лет зрителям было не скучно смотреть наши репортажи. Редактор субтитров А.Семкин